Приветствую всех на канале Автоинструктор 62. Я Моряхин Сергей. Сегодня, как обещал в предыдущих роликах по заправке автомобиля, я вам покажу, вернее расскажу определенный способ, которым вы можете проверить 100% расход топлива вашего автомобиля. Не то, что вам показывает бортовой компьютер, если он у вас есть, не то, что у вас написано в книжке о эксплуатации автомобиля. Эти данные могут иногда не совпадать, а именно тот расход, который у вас есть сейчас, на данный момент, учитывая, возможно, какую-то неисправность автомобиля. И бывает так, что, проверяя данным способом расход топлива, вот эти данные, то, что у вас выдает, например, бортовой компьютер и то, что написано в книжке, очень здорово отличаются. У соседа такая же машина, кушает 10 литров по городу или 9, а у вас 12, да? Надо искать причину. А топливо, как я уже говорил в предыдущих роликах, дорогое. Итак, что за способ? Вы заезжаете на заправку и заливаете полный бак бензина. Вот в этом ролике можно посмотреть, как заправлять автомобиль. Я там объясняю важные моменты. И также я там вкратце объясняю, как заправить полный бак. Так вот, вам нужен заправить полный бак, но только не тогда, когда отщелкивает пистолет. Напомню, что бензин льется под определенным давлением. Чем сильнее вы нажимаете курок на пистолете, тем сильнее льется бензин. Так вот, в некоторых автомобилях горловина узкая, она узенькая, и, соответственно, бензин отщелкивает иногда сразу, даже когда пустой бак. То есть он пенится, попадает в горловину, датчик думает, что бак полный и отщелкивает. Поэтому иногда приходится нажимать не на всю курок, а на половину. Это тоже нужно учитывать. Вот у меня, например, одна машина Chevrolet Lans, вот там так очень часто. Бак пустой, начинаешь заправлять. На некоторых заправках приличное такое давление, когда нажимаем курок на всю. И он сразу же отщелкивает. Это не значит, что полный бак. Плюс, если у вас действительно он не отщелкивает, то есть у вас горловина нормальная, бензин у вас туда льется, и в какой-то момент он отщелкнул, имейте в виду, что еще сама горловина у вас пустая. А чтобы нам проверить точный расход топлива, нам в качестве исключения делать так всегда не нужно. Нужно налить полный бак, чтобы у вас прям по горловину был бензин. Чтобы вот вы его видели, у вас отщелкнул пистолет, и вы начинаете потихонечку нажимать еще на курок, цедить, цедить, цедить потихонечку, чтобы он не отщелкивал. И вот пока вы его практически не увидите, да, поаккуратнее не испачкайтесь, не облейте. Вот, после этого, как вы запрали полный бак в склянь, вы проезжаете ровно 100 километров, там, где вы хотите посмотреть расход. Вот, напомню, что расход по городу, смешанный расход, и расход по трассе будет отличаться. И очень здорово, потому что в городе вы делаете постоянное ускорение торможения, у вас расход будет максимальный, у вас он будет около там, ну, 9, 10, 12, у всех машин по-разному, на 100 километров по трассе. На этой же машине он, возможно, будет 6 литров, на каких-то 5,5, на каких-то 7, вот, то есть он будет здорово отличаться. Так вот, хотите вы узнать расход по трассе? Вы залили полный бак бензина, проезжаете по трассе той манерой вождения, как вы ездите всегда, ничего не надо придумывать, и заливаете снова полный бак бензина, как и первый раз, прям по горловину. И здесь простая математика. Сколько вы бензина залили второй раз до полного, значит, столько машина скушала за 100 километров пробега по трассе. Залили 6,5 литров, больше не лезет, значит, за 100 километров пробега у вас по трассе машина съела 6,5 литров. То же самое и по городу. Залили 9 литров после 100 километров пробега по городу, по пробкам, там, по этим, да, значит, 9 литров у вас расход по городу. Так же вы можете проделать и со смешанным расходом. 50 километров проехали по трассе, 50 километров проехали вот по своим повседневным маршрутам, на работу, с работы, по магазинам и так далее. Вот таким способом можно проверить 100% расход топлива вашего автомобиля. Если получается так, что у вас заявленные данные по книжке руководства по эксплуатации вот такие, а вы реальный расход проверили, они у вас очень здорово отличаются, то, возможно, у вас есть какая-то причина перерасхода, которую нужно искать. Если у вас какие-то незначительные отклонения, там, плюс-минус пол-литра, ну, даже литр, то ничего, как бы, страшного в этом нет. Так же не забывайте, что в зимнее время расход будет немножко больше по тем же дорогам, той же манерой вождения, чем летом. Потому что вы все-таки делаете, прогреваете автомобиль, больше делаете прогревы и так далее, и так далее. Поэтому это тоже нужно все учитывать. Ну что ж, вот такой вот нехитрый способ, возможно, вы о нем уже знали. Делать это можно с каким-то интервалом времени. Я, например, это делаю, может быть, раз в три месяца контролирую вот эти вот все моменты. Вот, вы можете этого не делать, вообще доверять вот этим приборам и так далее, либо книжке, что написано. Но, тем не менее, я езжу много, поэтому даже если у меня идет перерасход литра на сотку, в месяц получается круглой суммы, не говоря уже в год. Ну что ж, сегодня на этом все. Если ролик вам понравился, он был для вас полезен, поддержите лайком. Вот, не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик у меня на главной странице, чтобы вам приходило смс-ка, уведомление, когда будет новый ролик. Ну а я, как всегда, всем желаю удачи на дорогах. Всем пока-пока.